История начинается с того, что какой-то бесхребетный и трусливый ботаник по имени Аура практикуется в общении с девушками в зеркале. В другом месте некоторые парни просыпаются в храме после долгой ночи пьянства, но приходят в ужас, когда что-то начинает трястись. Один из этих неудачников думает, что это может быть легенда о том, что там запечатан человек, которого они называют Ханкай. Но они не задерживаются, чтобы выяснить это, когда слышат какой-то рычащий звук. Ханкай – это тот, у кого есть сердце, которое не убегает. В эпоху самураев появились бойцы, которые отбрасывали свой меч и надевали шлем. Эти бойцы сражались, чтобы достичь вершины, не имея ничего, кроме своего Ханкай. Поэтому они известны как люди Ханкай. Аура приходит на свой первый день в школу, где ему говорят, что команда Мината Кая и Шигумы соревнуются друг с другом за первое место. Это наглядно демонстрируется на улице, когда два ученика борются друг с другом. Совершенно очевидно, что Ари не может быть менее заинтересован во всех этих драках, и он просто хочет знать, есть ли в его классе какие-нибудь милашки. Инструктор неуместно уверяет его, что так оно и есть, но Ари быстро обнаруживает, что на самом деле в его классе полно парней опасного вида. Все в этом грязном классе совершенно не заинтересованы в Ари, когда он представляется, но Месса Ары видит, что есть одна девушка, которая ему нравится. Она настолько идеальна для него, что он сравнивает ее с нежным перепелиным яйцом в хаосе миски со стирфраем. Эта девушка быстро представляется как Махара, и Ара мгновенно влюбляется в нее. На улице парень по имени Маракара избивает своего противника и выигрывает бой. Когда урок наконец заканчивается, Махара неожиданно спрашивает Ару, не хочет ли он вместе прогуляться домой. Наш мальчик, конечно же, соглашается без колебаний, поэтому Махара говорит ему, что она подождет его у калитки. Ара всю свою жизнь готовился к этому моменту, поэтому он убегает самым мужественным образом из всех возможных. Однако какой-то зеленоголовый чувак подставляет ему подножку, и его Бетти присоединяется к нему, чтобы запугать Ару. Ара использует самый старый трюк в книге, чтобы сбежать, но быстро натыкается на каменную стену, которая и есть Матакара. Другие хулиганы приближаются к нему, и Ара понимает, что его вот-вот и забьют. Как раз в этот момент Матакара, к своему удивлению, уже знает имя Ары, но Ара его не узнает. Ара очень сильно задумывается о своем имени, несмотря на то, что у него начинает болеть живот, и в конце концов вспоминает, что они были близкими друзьями, когда были моложе. Ара, казалось, был Маракаре как старший брат, и Маракара был очень рад видеть его спустя пять лет. Маракара говорит своим головорезам, что Ара его старый приятель, и они вместе тренировались, чтобы стать людьми Ханкай. Он объясняет, что Ара всегда был очень сильным, но головорезы этого не замечают. Маракара хочет, чтобы он тусовался с ними, но Ара, похоже, не разделяет его энтузиазма по поводу новой встречи и уходит. Ара думает, что ему очень не повезло снова увидеть Матакару. Он спешит на встречу со своей будущей женой, но, к сожалению, ее уже давно нет в живых. Те придурки, с которыми он встречался ранее, обедают в ресторане, где живет Ара, и он рассказывает своей любопытной маме, что ему попалось вкусное перепелиное яйцо. Ара некоторое время присматривает за кухней и подслушивает разговор парней о том, что могло быть запечатано в святилище. На базе Сигума, парень, которого избил Матакара, извиняется перед командиром своего отряда за поражение. Этот парень объясняет, что Матакара был на удивление хорошим парнем, и командир отпускает шутку о том, что он влюбился. Командир быстро прекращает смех, ударив этого парня ногой в лицо, а этот парень с кучей пирсингов просто продолжает наслаждаться едой. По ночам Аура думает о своем прошлом с Манакарой и о том, как однажды он просто наблюдал, как издеваются над его старым другом. На следующий день бедный учитель пытается учить эту группу хулиганов, и Ара задается вопросом, где же его любовь. За обедом он готовится съесть свой душевный ужин и потрясен, обнаружив там Махара. Махара объясняет, что она прогуливает занятия, а Ара извиняется за то, что не встретилась с ней накануне. Ей совершенно все равно, и Ака действительно спрашивает, могли бы они стать друзьями. Конечно же, Ара ухватился за эту возможность, и эта действительно смелая девушка пригласила его потусоваться с ней в субботу. Мадакара окликает его снизу, и его зеленоголовый приятель задается вопросом, действительно ли Ара такой сильный. Мадакара объясняет, что Ара сильный, храбрый и хладнокровный, и он действительно восхищается им. Этот зеленый парень явно ревнует и ничего не понимает. Златовласка замечает, что Ара разговаривает с Махара и решает, что ему нужно срочно рассказать об этом Мадакаре, но зеленоголовый останавливает его. Он думает, что так было бы интереснее, и они должны просто следовать традициям своей школы. В каком-то магазине Ара приходит в восторг от того, что выбрала идеальный камень для резьбы, но неожиданно появляются хулиганы и отводят его в зал игровых автоматов. Зеленоголовый хочет, чтобы с этого момента они ладили, но у Ары снова начинает болеть живот. Заяц Брокколи видит, что надвигаются неприятности, и забирает оттуда своего друга с хвостиком. Ара выигрывает свою игру, но некоторые парни в белом замечают, что Ара не принадлежит к бандам Минато или Шигумы. Ара говорит, что он никогда бы не стал участвовать в подобных вещах, но это неверный ответ. Эти ребята не могут поверить, что он мог просто так спокойно прогуливаться по игровому залу, не будучи членом банды, и указывают ему, что это их территория. Ара пытается сбежать, но ребята останавливают его, так как он является их сотой добычей. Ара все-таки удается сбежать, хотя и без большей части одежды, но ребята продолжают преследовать его, так как хотят отнять у него все. Его так называемые новые друзья весело смеются, и Зеленоголовый понимает, что он был прав, и Ара совсем не крутой. Так как ему некуда бежать, Ара находит убежище в храме. Когда хулиганы пытаются проникнуть внутрь, Ара опрокидывает одну из запечатанных коробок, и оттуда выскакивает таинственный пистолет. Хулиганы в конце концов врываются внутрь, и Ара берет пистолет, чтобы угрожать им. Эти ребята смеются над старым сломанным пистолетом и все равно подходят к нему. Ара стреляет из таинственного пистолета, но пуля отлетает рикошетом и попадает ему в голову. Хулиганы думают, что ему конец, и убегают оттуда, но Аура в конце концов просыпается. Пуля, кажется, застряла у него в голове, и из нее выходит странный туман. В этот момент образуется небольшой торнадо, и перед Ара появляется волшебное существо по имени Маджин. Этого Маджина зовут Сеня, и он предлагает исполнить желание Ары. Ара слишком напуган, чтобы произнести хоть одно слово, поэтому Сеня быстро понимает, что он какой-то слабак. Сеня задается вопросом, не очередной ли это промах, но снова просит Ару исполнить его желание. Ара, наконец, начинает понимать, что происходит, и Сеня предполагает, что мальчик захочет богатства, почести или власти. Аре едва ли нужно время, чтобы обдумать это, и он сразу же хочет развить сюжет с девочкой в первый раз. Сеня удивительно понимает, почему такой маленький мальчик, как он, хотел бы этого, и предлагает слиться с Аурой, чтобы это произошло. Аура уходит, потому что он не хочет ни с чем сливаться, и быстро узнает, что больше никто не может видеть Сеню. Вернемся к головорезам, они рассказывают Мадакаре о жалком проявлении трусости Ары. Мадакара делает несколько подтягиваний, объясняя, что Ара, мягкий парень, и ненавидит драться. Вернувшись домой к Аре, Сеня жалуется на глупый сюжет какой-то мыльной оперы. Ара проводит небольшое исследование и задается вопросом, может ли Сеня быть просто плодом его воображения. Некоторое время спустя Ара вырезает камень, который он купил, чтобы сделать из него подарок для Махара. Сеня дает несколько советов, как сделать подарок получше, но Ара объясняет, что этот камень будет защищать ее вечно. Это камень вечной любви, и он станет ключом к ее сердцу, но Сеня понятия не имеет, о чем говорит этот помешанный ребенок. В субботу Ара пытается выяснить, почему пуля все еще торчит у него в голове, но его опекуна, похоже, это не волнует вообще ни о чем и просто хочет знать, собирается ли он на свидание. Ара очень смущается, но эта сумасшедшая леди просто говорит ему, чтобы он сосредоточился на том, чтобы добиться как можно большего с девушкой. Пока Ара ждет Махара, он просит Сеню не разговаривать с ним, так как на кону вся его жизнь. Приходит Махара и спрашивает, с кем он разговаривал, но Ара объясняет, что он просто бормотал что-то себе под нос. Они вдвоем спокойно наслаждаются мороженым, но Сеня напоминает нашему мальчику, чтобы он отдал ей эту каменную штуку. Ара странным образом велит ему заткнуться, так что ему приходится сказать Махара, что это ничего не значило. Махара почему-то не смущает наше отчужденное поведение, а наоборот, он действительно рад, что пришел в школу. Сеня считает, что это прекрасная возможность для нашего мальчика сделать свой шаг, потому что если он не сделает этого сейчас, то никогда не сделает. Сеня требует, чтобы он не струсил, поэтому Ара заявляет, что покажет Сене, как это делается. Махро слышит довольно странные звуки, исходящие от Ары, и это потому, что его желудок выходит из-под контроля. Ара пытается сказать ей, что ничего страшного, хотя ему явно становится плохо и убегает заниматься делами. Как только Ара наконец заканчивает, он рассказывает Сене, что это происходит с ним каждый раз. Ара с позором возвращается к Махара, но она все еще каким-то образом влюблена в Ара и просто рада, что он вернулся вовремя. Ара наконец находит в себе мужество отдать ей камень, который он сделал, и она смотрит на нее, ее имя вырезано плохо. Ара медленно говорит, как сильно она ему нравится, но его прерывает банда. Их главарь подъезжает на какой-то машине, и у него такая плохая осанка, что он даже не видит, куда идет. У него есть правая рука, которая говорит ему, когда остановиться, и он такой ленивый, что его приходится удерживать, чтобы он не упал. Этот парень умудряется говорить сам по себе и рассказывает, что он лидер отряда Сигума по имени Марита. Ара пытается выбраться оттуда вместе с Махара как можно быстрее, но у Марита вена выскакивает из головы. Махара замечает это и шокирующе просит Ару сразиться за нее. Марита, однако, стал очень серьезным и разъяренным из-за того, что Ара осмелился поднять руку на его младшую сестру. Там наверху зеленоголовый позвонил Матакари, чтобы встретиться с ним, и сообщил, что у Ары большие неприятности. Он задается вопросом, выживет ли Ара, и Матакара в гневе бросается на помощь своему старому другу. Внизу Ара подвергается избиению. Марита хочет драться, но Ара уже решил, что его жизнь закончится, так как этот парень собирается прикончить его. Марита продолжает избивать его и требует, чтобы Ара встал. С Махара что-то серьезно не так, поскольку она восхищается своим крутым братом за то, что он потерял самообладание. Сеня наблюдает за этим избиением и слушает, как банда отмечает, что это будет 35-я жертва Марита. Сеня разочарован тем, что снова не нашел того, что искал. Это потому, что даже если бы он слился с Ара, он уверен, что никогда не смог бы встретить определенного человека. Сеня начинает уходить, но шокирован, когда Ара задается вопросом, действительно ли все думают, что он просто позволит своей жизни закончиться таким образом. Ара наконец-то проявляет решимость жить, как раз в тот момент, когда Марита собирается нанести сокрушительный удар. Саня приходит в крайнее возбуждение и требует, чтобы Ара сказал, чего он на самом деле хочет. Ара готовится сказать, чего он хочет. И мы видим, что Мадока спешит к нему. Ара наконец встает и, что удивительно, все еще хочет, чтобы он в первый раз развил сюжет с девушкой. Однако на этот раз тело Ары наполняется силой, и Сеня объявляет Бучигири. Ара потрясающим образом останавливает удар Мерита, и когда он готовится к контратаке, становится ясно, что он слился с Сеней. Бицепс Ары становится таким огромным, что лопается под его рубашкой, и он наносит сокрушительный удар Марита. Ара полностью уничтожает Марита как раз вовремя, чтобы это увидел Матокара, и Матокара думает, что Ара выглядел точь в точь как Ханкай. Ара понятия не имеет, что только что произошло, а Джин из подвала в ярости из-за того, что Ара продолжает развивать сюжет. Ара просто был честен со своим желанием, но Саня указывает, что он должен был желать стать сильнее. Их спор прерывает Марита, который отправляет Ару в озеро. Маракара натыкается на какого-то парня по имени Джабашири, когда спешит в Ара, и этот парень Джабашири ведет себя так, будто Маракара только что стал его злейшим врагом из-за этого. Толпа расступается, когда они слышат сирены, и Марита смотрит на отпечаток на своем животе, оставленный безумно мощным ударом Ары. Этот парень кажется зол, но на самом деле он просто заявляет, что собирается заполучить Ару в банду Шигумы. После этого Ара просыпается от кошмара, и Матокара хвалит его за потрясающий удар, который он нанес Марита. Мозг Ары в конце концов все понимает, и он просто хочет знать, куда делся Махита. Маракара предполагает, что она отправилась домой, а Ара решает, что избиение ее брата должно быть было плохой идеей. Брокколи Хет замечает члена группы Сугума, который шпионит за ними снаружи и гонится за ним. Маракара показывает Аре камень, который Ара подарил ему много лет назад. Ара сказал ему, что всякий раз, когда он будет держать его в руках, это сделает его сильнее. Маракара сомневается, что он все еще у Ары, но наши мальчики его даже не слушали. Маракара не дает ему уйти и задается вопросом, не начал ли Ара избегать его, потому что он был недостаточно силен. Ара говорит, что это было так давно, что он даже не помнит этого и просто уходит. Сеня, похоже, хочет сразиться со всеми подряд и говорит Аре, чтобы он не грустил, потому что, несмотря на то, что он проиграл сегодня, он все равно может победить завтра. Ара быстро поправляет его, говоря, что на самом деле он победил Марита, но Сеня так не считает. Сеня случайно слышит, как какие-то парни обсуждают предстоящий бой, и наш джин, жаждущий драки, тащит Ару посмотреть на это. Но когда они прибывают, оказывается, что уже слишком поздно, и Зеленоголовый недоумевает, что Ара там делает. Этот чувак случайно касается пули, застрявшей в голове Ары, и Сеня его шокирует. Дома Ара думает о том, как в тот момент, когда он разделился на две части, он почувствовал, как тонна энергии прошла через его тело. Это было похоже на то, что он стал совершенно другим человеком, и он задается вопросом, кто такой Сеня вообще. Сеня объясняет, что он настоящий Ханкай, или по крайней мере, самый близкий к нему человек, которого только можно найти. Невозмутимая Аура указывает на то, что люди Ханкай – это просто легенды, даже несмотря на то, что прямо сейчас с ним разговаривает настоящий джин. А Сеня отмечает, что как только они объединились, Аура смогла нанести мощный удар. Однако он смог нанести только один удар, потому что они были объединены лишь частично. Сеня заметил отметину на спине Ары, но ничего не сказал по этому поводу. Вместо этого он просто сообщил Аре, что он не станет сильнее, пока они не станут единым целым душой и телом. Сеня хочет, чтобы они были практически неразлучны, но от одной мысли об этом Ару тошнит. Сеня указывает на необходимость слияния мужчины с женщиной, и наш мальчик Ара слишком хорошо знает это чувство. На базу Шигума прибывает парень по имени Джабашири, чтобы поговорить с их лидером Марита. Студенту первого курса говорят, что он не в своей тарелке, но Марита хочет услышать, что скажет парень. Джабашири закусывает фрикадельками, предложенными Марита, и объясняет, что розововолосый парень по имени Тат последовал за Маракарой после драки. Маракара из банды Минато, и он взял Ару к себе домой. Джабашири считает, что им не стоит нанимать кого-то вроде Ары, который, похоже, связан с кем-то из Минато, но это просто заставляет Марита задуматься о том, чтобы нанять им Атакару. Джабашири так злится, что бьется головой о стену, и напоминает Марита, что он будет его единственным преемником. По дороге в школу Ара обнаруживает, что все ошеломлены, узнав, что именно он ударил Марита. Сеня впечатлен тем, насколько популярен сейчас Ара, но Ара совершенно не волнует, что он популярен среди всех парней, поскольку это никак не приближает его к развивающийся сюжет. Сеня хочет подраться с кем угодно только за то, что тот смешно смотрит на Ару, но Ара кричит на него. Это пугает толпу, которая, похоже, боится его, и тут из ниоткуда появляется Марита. В другом месте Зеленоголовый говорит Матакаре, что с этого момента ему следует избегать Ара, так как у него на спине, кажется, сидит какая-то обезьяна. Матакаре на самом деле говорит, что он планирует попросить Ара присоединиться к Минато Каю, но его мальчики не думают, что их лидер когда-нибудь позволит это. Маракаре говорит, что Кен уже хочет встретиться с Ара, и Забу не может понять, что Маракаре нашел в этом парне. Маракаре думает, что кулак Ара выглядит точно так же, как у людей Ханкай, но Забу просто удивляется, почему его друг так серьезно относится к старой сказке. Позже в школе Марита подъезжает на своей ламе, чтобы спросить Матакару, знает ли он где Ара, и тот рассказывает, что планирует завербовать Ару к Сигуме. В классе Ара кричит на Сеню за то, что тот, как всегда, раздражает его, и должен извиниться перед всеми, кто наверняка считает его сумасшедшим из-за сейчас же. Совершенно очевидно, что Ара все еще влюблена в Махара, но Сеня напоминает этому простофили, что она заставила своего брата избить его. Голова Ары действительно витает в облаках, когда он поправляет Сеню и объясняет, что Марита просто проверяла нового парня его сестры. Сеня быстро замечает, что Ара начал убегать, как только увидел Марита, но Ара объясняет, что его ноги просто двигались сами по себе. Именно в этот момент голос Марита зовет Ару, и ноги Ары снова двигаются сами по себе, чтобы вытащить Ару оттуда. В другом месте Махара говорит своему брату, что хочет быть с ним всегда. Она задается вопросом, слушает ли он ее вообще, но мы видим, что эта психованная девочка на самом деле просто разговаривает с голой версией Мерита. Ара приходит, делая вид, что встреча с ней была чистой случайностью и извиняется за то, что произошло накануне. Несмотря на то, что Ара только что сбежала из Мерита, он говорит Махара, что хочет еще раз сразиться с ее братом, чтобы заслужить его уважение. Ара думает, что это произведет на нее впечатление, но Махара шокирующе объясняет, что если он снова причинит боль ее брату, то она лишит его жизни. Махара говорит ему забрать камень, который Рокки подарил ей, но он объясняет, что это камень вечной любви. Но ей все равно, и она просто бросает его. Он разлетается на миллион кусочков, а этот придурок ведет себя так, будто это был несчастный случай. После этого Махро просит своего брата проводить ее домой, но ему снится бой с Ара, и он бьет свою сестру прямо по лицу. У этой цыпочки серьезно что-то не в порядке с мозгами, так как она винит в этом Ару. Дома Ара удрученно собирает по кусочкам свой печально выглядящий камень любви навеки. Сеня пытается подбодрить его, но мальчик безнадежен. На следующий день Мадакара приглашает Ару присоединиться к Минато Каю. Он объясняет, какое впечатление произвел на него его удар по Марита, но его прерывает Джабашири. Забу приходит в ярость, увидев парня с розовыми волосами, но Джабашири использует свое любимое оружие, чтобы напасть на него. Ара хочет, чтобы все это поскорее закончилось, но похоже этого не произойдет, поскольку Мадакара отправляется на встречу с Джабашири. У Джабашири есть дело к Аре, но Мадакара заявляет, что ему придется сначала разобраться с ним. Хотя для Джабашири это на самом деле идеально подходит, поскольку он объясняет, что уже некоторое время ждет возможности убить Мадакару. Два шага наружу приносят Аре огромное облегчение, но Джабашири говорит ему, что вернется за ним. Снаружи эти двое готовятся к бою, и все приветствуют битву. Сеня пытается затащить Ару посмотреть, но он не хочет вмешиваться во все это. Сеня сомневается в мужественности нашего мальчика и задается вопросом, действительно ли он просто собирается оставить своего друга здесь. Этот комментарий, похоже, влияет на Ару по-разному, поскольку у него болит живот, и он должен спешить по делам. Бой наконец-то начинается, и Мадакара поражен гибкостью Джабашири, который уклоняется от всех его ударов. Как раз в тот момент, когда Мадакара думает, что он наконец нанесет удар, Джабашири просто снова уклоняется. Толпа чрезвычайно развлекается, но Сеня остается разочарованным, так как ему приходится ждать нашего мальчика. Драка продолжается, так как оба парня кажутся равными по силе. Мадакара явно сильно опирается на свои удары, чтобы атаковать, но Джабашири более чем уверен в себе. Мадакара приходит в восторг, когда ему наконец удается нанести удар прямо по затылку Джабашири, но Джабашири просто использует эту возможность, чтобы сбить Мадакару с ног. Мадакаре просто удается помешать ему нанести сокрушительный удар, но Джабашири готовится использовать свой верный удар головой, чтобы закончить бой. Мадакара даже не пытается уклониться от удара и решает в буквальном смысле сразиться с ним сам. Их головы сталкиваются, и толпа замолкает в ожидании того, что произойдет дальше. Невидимый Сеня втягивает Зару в драку как раз вовремя, чтобы увидеть, что Макара получил более сильный удар головой. Джабашири потерял сознание, и толпа взрывается радостными криками. Сеня в ярости из-за того, что пропустил, казалось бы, потрясающий бой. Анара просто недоумевает, что не так с Мадакарой. Макара не двигается ни на дюйм, и мы видим, что это потому, что он без сознания. Когда Мадакара приходит в себя, он замечает, что голова Джабашири твердая, как камень. Ара поздравляет своего старого друга, говоря, что тот справился не так уж плохо, но Маракара отмечает, что это было ничто по сравнению с тем, как Ара нанес удар Марита. Прежде чем Ара смог уйти, Маракара еще раз просит его присоединиться к Минато Каю. Маракара объясняет, что он стал сильнее, так что он действительно думает, что теперь у них есть реальный шанс стать людьми Ханкай вместе. Ара молчит, а Санни шокирована тем, что эти двое детей на самом деле тренировались, чтобы стать людьми Ханкай. Ара принимает решение и напоминает Матакаре, что он покончил со всем этим. Матакара предпринимает последнюю попытку убедить Ару встретиться со своим лидером Кеном и объясняет, что Кен борется с Марита за первое место. Это, оказывается, является ключом к мотивации нашего мальчика Ары, поскольку он заинтригован желанием Кена сразиться с братом Махера. Ара отправляется на встречу с Кеном, и Сеня рад узнать, что Ара хочет, чтобы Миляга стал Ханкай и занял первое место. Матакара рассказывает, что Кена удерживали три раза, так что он немного старше их, и ошокирован, узнав, что ему 21 год. Наконец-то появляется великан Кен, и Ара думает о том, что он похож на старика. В этом парне чувствуется сила, и Сеня поражен тем, каким сильным он кажется. Матакара начинает официально представлять Ару Кену, но Ара сразу переходит к делу и говорит Кену, что хочет провести с ним один раунд. Сеня был бы очень рад увидеть эту сторону Ары, и Ара задумался о его мыслительном процессе. Если он сможет победить старика, который находится на том же уровне, что и брат Махара, тогда ему не придется причинять боль ее брату, чтобы показать ей, насколько он силен. Ара похлопывает себя по спине, потому что он в некотором роде простодушный гений. Все готовятся посмотреть, как Ара сразится с Кеном, но все думают, что этот парень просто сумасшедший. Матакара умоляет Кена не делать этого, но уже слишком поздно. Ара говорит Сене, что пришло время, и Сеня просто рад, что Ара наконец-то осознал свое истинное желание. Сеня предполагает, что он наконец хочет пожелать больше власти, но Ара снова хочет развить какой-то сюжет в первый раз. Огромная сила снова течет по его телу, и Сеня провозглашает Буджагири. Рука Ары снова увеличивается в два раза, разрывая рукав на куски, и он наносит мощный удар, от которого Кен отлетает в сторону. Все, конечно, ошеломлены, и Матакара понимает, что Ара действительно тот самый. Наш мальчик Ара принимает победную позу, но Сеня просто расстроен тем, что Ара думает только о развитии сюжета. Ара не думает, что есть что-то более важное, но Сеня указывает, что стать сильнее – это важно. Ара выглядит как сумасшедший, когда сражается с невидимым Сеней, и разъяренный Кен отправляет его в полет сквозь потолок. Ара выглядит так, словно его уже нет в живых, а Кен просто смотрит на огромную вмятину, которую оставил удар Ары. Другие участники Мината Кай обвиняют Матакару в том, что он навлек на них неприятности, и они приходят в ужас, когда кажется, что Кен впадает в ярость. Оказывается, что на самом деле он смеется, и Кен пишет, что счастливее быть не может. В школе Ара все еще переживает последствия драки, но Сеня просто хочет провести еще один раунд с этим парнем. Ара становится очень самоуверенным после двух боев подряд и показывает, что у него нет никаких ограничений. Сеня быстро возвращает его к реальности, указывая на то, что технически он снова проиграл. Как раз в этот момент можно услышать приближающийся голос Марита. В типичной для Ауры манере он снова готовится выпрыгнуть из окна, но Марита на шаг опережает его, когда он врывается в указанное окно. Марита наконец-то поймал его и просит Зару присоединиться к их команде. Ара пытается объяснить, что он будет только Абузой, если присоединиться к ним, и он с уважением хотел бы отказаться. Однако его простодушный мозг берет верх, когда Махро сигнализирует, что она была бы рада, если бы он присоединился. Она разговаривает с Ара Симом без единого слова, и он соглашается присоединиться к Шигуме. Как раз в этот момент появляется Марикара. Он рад сообщить, что Кен согласился позволить Ауре присоединиться к Минато Каю, но, конечно, он шокирован, увидев, как тот разговаривает с Марита. Марита говорит ему, что он опоздал, и Ара уже решила присоединиться к Шигуме. Маракара пытается напомнить Аре, что они должны были вместе стать народом Ханкай, но Марита повторяет, что он только что присоединился к Сагуме. Если Матакара хочет, чтобы Ара присоединился к его группе, ему придется взять его силой. В другом месте парни в белом напуганы, потому что у них недостаточно денег, чтобы выполнить свою норму, а их лидер выбил три зуба последнему парню, который его подвел. Тот, кого они называют своим императором, объясняет, что Мурита пытается завладеть головой Минато Кая, и он решает найти способ заставить их уладить это дело. Он считает, что это отличная идея, а его подчиненные недоумевают, с кем это разговаривает этот сумасшедший парень. Мы узнали, что союз Минато Кая и Ики однажды участвовал в самой смертоносной и знаменитой битве за первое место в школе Чузу. Тогда 43-й лидер Минато Кая по имени Дамин одним ударом уничтожил босса союза Ики. Как раз в тот момент, когда судьба союза Ики казалось была решена, появился Морита. С Морита в качестве лидера, союз Ики был переименован в отряд Сигума, и он сразу же вернул себе былую славу. Это объяснение дал Татсу, и он с энтузиазмом относится к планам Сигумы занять первое место. Сеня согласен, но Ара совершенно не заинтересован в этом. Он присоединился к команде по совершенно неправильным причинам и предпочел бы не тратить свою молодость на борьбу. Мурита приезжает, чтобы забрать его куда-нибудь, но когда Ара интересуется, куда они направляются, его встречает настоящее уродливое лицо Джабашири. Мурита звонит, когда все приготовления уже закончены, и Джабашири говорит Аре, чтобы он не забивал себе голову этой ситуацией. Морита рассказывает, что они собираются на вечеринку по случаю дня рождения Ары и будут баловать его развратом. Ара думает о том, что это за разврат, но он говорит, что он из тех, кто может разделить свое сердце только с одной девушкой. Как раз в этот момент они видят, как какие-то парни в белом грабят какого-то бедного ребенка, поскольку им отчаянно нужно выполнить свою норму. Мурита разбивает их, и Ара узнает в них тех, кто ограбил его. Это ребята из Ин, а позже в их группе появился Синдо, парень, который был изгнан из Мината Кай. Ребята из Ин достают какое-то оружие, и Ара понимает, насколько это серьезно, ведь эти клинки могут оборвать чью-то жизнь. Ребята боятся, что у них нет другого выбора, так как их император лишит их жизни, если они не будут делать то, что он говорит. Марита немедленно выводит этих дураков из игры и велит им отправить сообщение Синдо. Главное, не слишком увлекаться. Сейни восхищен Марита, а Джабашири отмечает, что в этом не было ни капли его силы. В другом месте Махро звонит своему брату и приглашает его в несколько мест, но в конце концов понимает, что она просто оставляла сообщение. Мадакара пытается поговорить с ней об Ауре, но она даже не признает его существование. Мадакара хватает ее и говорит, что не отпустит, пока она с ним не поговорит. Махара очень серьезно говорит ему, чтобы он убрал от нее свои грязные руки, но он ее не слышит. Махара заставляет его услышать ее безумным громким криком, и она убегает, называя его грубым болваном. На вечеринке в честь Ары Марита рассказывает всем, что у Ары сильный удар. Бара просто удивляется, куда подевались все девочки. Затем Марита объявляет о начале традиционной игры в честь Ары, которая называется «Отвернись». Победитель получит годовой запас горячих карманов. Марита приглашает всех на вечеринку, и начинается безумная игра. Мы также ошеломлены, как и тем, что эта безумная игра похожа на камень-ножницы-бумага с жестоким поворотом. Саня указывает, что разврат, о котором он говорил, на самом деле является разоблачением. Марита заявляет, что все обратившиеся должны сесть, и он задается вопросом, разобралась ли Аура с правилами. Все очень просто, главное, чтобы они не потеряли камень-ножницы-бумагу. Игра продолжается, и эти парни просто продолжают бить друг друга по лицу. В конце концов, на ногах остается только пара парней, и Марита задается вопросом, готова ли Ара попробовать. Ара предпочел бы просто наблюдать, но Марита хочет, чтобы он продемонстрировал свой безумно сильный удар. Ара готов, и Марита не терпится сразиться с ним в финальном раунде. Ара говорит, Сеня объединится с ним, но Сеня отказывается. Он хотел бы помочь, но он не думает, что Ара действительно был бы доволен, если бы он победил только благодаря ему. Джабашири рад, что у него наконец-то есть шанс победить Ара, но парень по имени Ода хочет занять первое место. Все шепчутся об этом парне, потому что он является лидером подразделения специального назначения, и Ара действительно не повезло, что ему пришлось выступить против него. Ара задается вопросом, не конец ли это его жизни, и начинает жалеть, что присоединился к Шигуме. Сеня наконец соглашается помочь, но Ода задается вопросом, с кем разговаривает Ара. Приходит Татсу, чтобы стать судьей, и Ара понимает, что если он не выиграет в камень-ножницы-бумага, то Ода, скорее всего, убьет его своим ударом. Татсу начинает матч, но первый матч заканчивается в ничью. Ара проигрывает второй матч, поэтому он говорит Сене, что рассчитывает на него. Ара в ужасе смотрит, как Ода готовится к атаке, но Сеня заставляет Ару нанести удар прямо в лицо. У Оды повреждена рука, из-за чего он вынужден отступить, и все удивляются, какой же безумно крепкий череп у Ары. Это первый раз, когда кто-то кроме Марита получил удар от Оды. Сила удара Оды способна пробить даже бетон, так что все остаются в недоумении, как череп Ары мог быть достаточно прочным, чтобы выдержать это. Ара объявляет победителя, а Сатья празднует победу в стиле бучигири. Ода говорит Татсу, что ему нужно сходить в туалет, и мы видим, что его кулак весь в крови. Следующим будет Джабашири, и он ждал этого самого момента. Ара думает, что его череп больше не выдержит, но матч уже вот-вот начнется. Тату начинает матч, и Ара умудряется выиграть. Он даже не хочет побеждать, поэтому решает нанести слабый удар. Джабашири думает о том, что Ара на самом деле не может быть таким сильным, но его удивляет странное выражение его лица. Оказывается, Ара просто смотрит на девушек и в итоге наносит самый слабый на вид удар. Тату совершенно ошеломлен и отмечает, что Ара только что использовала легендарную технику. Это один из семи смертельных ударов, нанесенных древнекитайским бойцом. Когда боец высвобождает всю энергию своего тела, в атаке используется центробежная сила, чтобы нанести резкий удар со всей инерции тяжелого хлыста. По странному стечению обстоятельств Тату объявляет, что Ара победитель, и Марита быстро появляется, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Сеня в восторге от этого, поэтому Ара просит его успокоиться и извиняется, когда Марита думает, что он с ним разговаривает. Это еще больше настраивает Марита на борьбу, и Ара понимает, что его жизнь сейчас закончится. Ара не думает, что его череп выживет, но Сеня говорит нашему мальчику не сдаваться. Затем Марита объясняет, почему ему понравился Ара, и это потому, что он смог почувствовать его ханкай, когда тот ударил его. Татуировка начинает совпадать, и суперинтенсивный Марита готовится показать камень, ножницы, бумага. Однако как раз в этот момент у Ары начинает болеть живот, и ему разрешают пойти разобраться с этим. К сожалению, когда он приходит в ванную, то находит Ода без сознания. Марита в ярости и требует, чтобы человек, который это сделал, раскрыл себя. Рядом с Одой был найден рукав Кая Минато, так что остальные хотят отомстить. Однако Марита знает, что это в стиле Домана. Джабашири уверен, что это сделал один из Каев Минато, но Марита указывает, что никто из этой банды не смог бы этого сделать. Нанести такой большой ущерб опор. После этого Тату расскажет историю взаимоотношений Одой и Мурита. Когда они впервые встретились в средней школе, они начали называть себя Бова-королями и всегда сражались бок о бок. Они боевые друзья, и единственный человек во всем городе Ханкай, который может победить Одую, это Домин. Однако Мирита лучше, чем кто-либо другой, знает, что Домин не стал бы заниматься сомнительными делами, подобными тому, что случилось с Одой. Теперь Мирита должен принять решение. Мстит ли он за своего товарища или верит, что его заклятый соперник не стал бы делать ничего подобного. Сеня восхищается их близкой дружбой, барой слышать об этом не хочет. После этого Ара находит Махара в ресторане своего дома, а его мама делает все возможное, чтобы подслушивать незаметно. Махара благодарит его за то, что он присоединился к Шигуме ради нее, а Ара объясняет, что из-за этого его сильно ударили по голове. Он подумывает уволиться, но эта сумасшедшая цыпочка бьет его прямо по лицу. Махара говорит, что все еще даже не началось, и она уверена, что ее брат собирается попросить Ару заменить его и Шигуму. Махара хочет, чтобы он победил ее брата и просит его сделать это за нее. Эта маленькая суккуб делает движение сердца, которое в очередной раз пронзает душу ее мальчика, но Сеня не думает, что в этом есть что-то особенное. Когда Махара уходит, он решительно кричит, что пойдет на это, а его мама просто удивляется, как далеко он зашел с девочкой. Махара думает о том, что как только Марита закончит школу Шигума, все его внимание будет сосредоточено на ней. В тот вечер Ара серьезно занимается боксом с тенью и задается вопросом, как ему увеличить скорость слияния с синей. Сеня удивлен подобными разговорами, но Ара объясняет, что он должен стать преемником Мурита. Для этого им придется объединиться. Сеня не может быть счастливее, потому что Ара превращается в прекрасного человека. Сеня учит нашего мальчика играть на флейте, но Ара сомневается, что это действительно улучшит их слияние. Сеня объясняет, что они гармонируют, и он замечает, что странный символ на спине Ары становится более четким. Ара задается вопросом, что побуждает Сеню к слиянию, но он просто говорит, что это естественный инстинкт. В другом месте Джабашири сталкивается с несколькими парнями из Мината Кай, и Татсу напоминает ему, что будут проблемы, если они уберут их сейчас. Джабашири слушает своего друга, хотя он явно в ярости, но ребята из Мината Кай называют их бесхребетными. Спусковой механизм Джабашири противостоит им из-за засады на Оду и начинает избивать их, когда они ведут себя невежественно. Тату удается оттащить его, но Джабашири клянется отомстить за Оду. Этим парням из Мината больше всего не везет, потому что как только Джабашири уходит, появляются парни из Энджи, чтобы расправиться с ними. Их лидер кажется очень доволен собой, поскольку замышляет что-то коварное. На следующий день во время урока физкультуры ученикам говорят разбиться на пары и размяться. Аура становится в пару с Матакарой, так что у него трескается спина, и Матакара напоминает ему, что они всегда были партнерами в начальной школе. У Ары есть еще одно воспоминание из их приятного детства, но что-то еще явно беспокоит его, и он говорит Мадакаре, что не помнит. Ара изо всех сил старается ударить Мадакару по спине, а Матакара задается вопросом, что же ему сказал Махара. Ара объясняет, что она сказала ему, что он должен стать преемником Марита, но он падает под тяжестью своего гораздо более сильного друга. Как раз в этот момент Матакаре сообщают, что Шигума убили двух их парней из Мината Кай. Матакара прибывает и обнаруживает, что его товарищи по Мината были привязаны к деревьям. Зеленоголовый в ярости, так как уверен, что Шигума единственный, кто мог это сделать, и он отказывается позволить ему идти безнаказанными. Трио членов Мината находят нескольких парней из Шигумы и немедленно начинают драку, и мы видим, что настоящие преступники наблюдают за происходящим издалека. После этого Мурита и другие Шигума прибывают и обнаруживают, что Мината избили их мальчиков. Марита находит фотографию, на которой он Иода, и на ней написано, что Марита следующий. На базе Мината Кайма Такара объясняет Даману, что двух их участников, которые были привязаны к деревьям, пришлось отвезти в больницу, так как у них были сломаны ребра. Как раз в этот момент слышно, как избивают охранников, и появляется Марита. Марита объясняет, что ему нужно вернуть долг и требует, чтобы Дамен показался. Дамен слышит их громко и отчетливо, поэтому он, кажется, противостоит Марита. Марита мгновенно атакует, но Матакара останавливает его. Марита отправляет его в полет, а Матакара просто просит его рассказать им, в чем проблема. Джабашири считает, что они уже должны знать, но Брокколи Хетт указывает, что именно они напали на своих парней. Джабашири рассказывает им, что они сделали, но никто на самом деле не знает, что происходит. Ситуация становится еще более напряженной, но Маракара говорит своим мальчикам успокоиться. Марита показывает им нарукавную повязку, которую они нашли, но Маракара объясняет, что никто из Мината Кай не поступил бы так трусливо. Марита все еще настроен скептически, поэтому он говорит, что если это были не они, то им нужно привезти настоящих преступников завтра в Колизей. Если они этого не сделают, то Мирита объявит войну. Мирита говорит Дамину, что они уладят все раз и навсегда и уходят. Напряженный момент заканчивается, но настоящие неприятности вот-вот начнутся. В школе Сеня рад видеть, что Ара серьезно относится к его тренировкам. Конечно же, Ара думает о Махара и обещает победить своего брата ради нее. Однако Ара помнит, как она угрожала лишить его жизни, если он причинит вред ее брату. Это означает, что Ара должна победить Мирита, но он не может оставить след на своем лице. Ара не думает, что в этом есть какой-то смысл, но Сеня напоминает ему, что он мог бы просто ударить парня прямо в живот. Ара возвращается к теневому боксу, игнорируя всех, и в конце концов прибывает на базу Шигума. Остальные не разделяют его энтузиазма, и Тату рассказывает нашему мальчику о войне. Все хотят уничтожить Монодокой, но Тату знает, что это будет всего лишь битва без чести человечества. Месть приведет только к еще большей мести, и они попытаются смыть кровь еще большим количеством крови. Аура, похоже, растеряна, но Сеня не может быть более взволнован. Мурита кажется очень сосредоточенным, и это потому, что он наконец-то уладит свои разногласия с Дамином. Вернувшись к Матакаре, его приятели заметили, что он, похоже, не заинтересован в битве. Матакара объясняет, что Минато Кай всегда сражался один на один и стремился к силе. Он смотрит на форму своего брата и вспоминает, как его брата забрали в колонию для несовершеннолетних. Его брат напомнил ему, что люди племени Ханкай никогда не убегают, и призвал его продолжать усердно работать, чтобы стать человеком племени Ханкай. Матакар полон решимости сдержать обещания, данные своему брату и Минато Каю, о котором он так сильно заботился. Его брат был легендарным 42-м лидером Минато Кая, и все они уважают его. Как раз в этот момент Матакар внезапно уходит и объясняет, что ему нужно кое-что сделать. Златовласка замечает, что Забу уже давно не снимал куртку, но теперь, когда он это сделал, у него пропала повязка на руке. Забу объясняет, что какие-то вороны забрали ее, пока он сушил, но Златовласка кажется подозрительной. Однако она не слишком умна и просто напала на нескольких ближайших ворон. Если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, что Забу был найден членом Энжи. Его звали Синдо, и Забу узнал в нем того, кого Энжи называл императором. Этот парень был изгнан из Минато шесть месяцев назад, но Забу отметил, что этот парень очень жесткий. Синдо хотел с ним подружиться, но Забу отказался и назвал его мелкой сошкой. Грубый жест Забу заставил Синдо потерять самообладание, когда он безжалостно избил Забу. Синдо не воспринял его оскорбление всерьез, поэтому он взял повязку Забу и указал, что его только что избила мелкая сошка. Забу сейчас с трудом переживает этот позор и отказывается кому-либо рассказывать. В другом месте Сени с нетерпением ждет возвращения домой, чтобы Ара могла больше тренироваться. Ара отмечает, что в тренировках больше не будет необходимости, так как Марита и Даман будут драться друг с другом. Сеня не понимает, что происходит, поэтому Ара объясняет это своему другу, похожему на Джинна. Если Марита победит, то он достигнет всего, чего когда-либо желал. У нашего мальчика сумасшедшее воображение. Он думает, что Марита просто оставит Шигуму ему, и Ара воображает, как он говорит своему будущему Шурину, что может на него рассчитывать. С другой стороны, если Дамин победит, у Марита не останется иного выбора, кроме как оставить Шигуму ему. Махара впадет в отчаяние, и Аре просто придется быть рядом, чтобы утешить ее. Ара возвращается домой и обнаруживает, что Макара уже заждался его. Макара интересуется, планирует ли Ара участвовать в предстоящей войне, но Ара просто говорит, что это будет зависеть от ситуации. Макара умоляет Ару остановить Марита и объясняет, что никто из парней Мината не стал бы устраивать засаду на кого-то, в чем их обвиняют. Он уверен, что парни Шигумы тоже не стали бы этого делать, и у него очень плохое предчувствие по поводу всего этого. Маракара указывает, что подобные драки – это не то, чем занимаются Ханкаи. Но Ара говорит, что это не его дело. Маракара верит, что Ара может остановить войну, но Ара просто расстраивается. Он говорит Маракаре перестать вести себя как маленький ребенок, и Соня может сказать, что он действительно нервничает, когда Матакара рядом. Маракара объясняет, что Ара всегда был рядом с ним и вспоминает их детство. Однажды Ара показал ему один из своих камней дружбы и использовал его, чтобы поставить клеймо на своего приятеля. Это был камень лучшего друга, который Ара подарил ему, и они оба согласились стать людьми Ханкай вместе. Маракара заявляет, что он по-прежнему хочет, чтобы они вместе стали народом Ханкай, но что-то явно сдерживает Ауру. Он требует, чтобы Маракара ушел, и говорит ему, что все это древняя история. Сеня задается вопросом, что же произошло между ним и его старым лучшим другом, поскольку он может сказать, что произошло что-то важное. Аура говорит ему заткнуться, но в итоге просто бьет себя по голове. Матакара возвращается домой со своим камнем дружбы и отсчитывает дни до возвращения его брата. Он понятия не имеет, что ему делать, и хочет, чтобы его брат поторопился. На следующий день сумасшедшая Махара обедает со своим братом-медведем, и Ара присоединяется к ней. Ара уверен, что сегодня Марита займет первое место, и он попросит Ару, верного компаньона Марита, заменить Сигуму. Махара превратилась в настоящего придурка, так как понимает, что как только Марита победит и получит диплом, Ара ей больше не понадобится. Ара задается вопросом, что она имеет в виду, но их прерывает Матакара. Ара говорит, что не хочет разговаривать, но Матакара на самом деле хочет поговорить с Махара. Она соглашается пойти, так как речь идет о Марита, но Ара пытается предупредить ее о парнях Мината. Ара боится, что Макара может пригласить ее на свидание, а Саня не успокаивает Ису, говоря, что Маракара намного мужественнее его. Махара просит Маракару перейти к делу, поэтому он просто выходит и просит ее остановить войну. Она оскорблена этой просьбой, но Марита предупреждает, что обе стороны ведут себя кровожадно. Такими темпами они могут даже лишить друг друга жизни, так что ей следует беспокоиться о Марита. Махара все равно не думает, что Марита ее послушает, поэтому Маракара просит ее убедить Ару сделать это вместо нее. Махара не думает, что Ара справится с такой задачей, но Маракара уверен, что он справится. Маракара не дает ей уйти, как в прошлый раз, поэтому она говорит ему, чтобы он убрал от нее свои грязные руки. Она готовится закричать снова, но на этот раз он останавливает ее. Ара думает, что они обнимаются и теряет сознание. Маракар полон решимости сдержать обещание, данное брату, и защитить Мината Кая, но он отпускает ее, опасаясь, что она не сможет дышать. Махара удивлен, узнав, что у Мадакара есть брат, и он объясняет, что скоро сможет его увидеть. После этого Махара подходит прямо к нашему мальчику и говорит ему, чтобы он пошел и заставил ее брата прекратить войну. Эта цыпочка-манипулятор использует свое сердце, и наш мальчик беспомощен против этого. Несколько мгновений спустя Ара понимает, что у него почти не осталось времени. Он не стал просить Марита остановить войну и закончил тем, что сказал ему, что похоже, это будет весело. Ара думает о том, что он не может пройти через это, и Марита решает попытаться накормить его. На этом этапе аниме Ара все еще довольно бесхребетный и съедает обжигающий горячий буррито за один укус. Затем Марита объясняет, что он ест и ест, но его голод никогда не утоляется. На базе Мината кровожадная группировка клянется покончить с жизнью всех членов Шагуми. Базабу все еще борется со своей тайной. Маракара видит, что время вышло и Дамин прибывает. Маракара пытается сказать ему, что Ара убеждает Марита прекратить войну, пока они разговаривают, но Дамин уже принял решение. Он, как всегда, использует письменность и заявляет, что пришло время все уладить. Все отправляются на битву, но Забу замечает, что Макара остался позади. Чувство вины переполняет его, поэтому Забу говорит Макаре, что ему нужно кое-что сказать. В другом месте Ара дуется, потому что не может найти в себе смелости спросить Марита, и он уверен, что Махара с ним покончит. Сеня выводит его из себя и напоминает Аре, что Махара и Мадакара, похоже, действительно поладили. Сеня поправляет его, но Ара приземляется прямо перед Синдо. Синдо осыпает его оскорблениями, отправляя Ару домой, но Ара наносит ответный удар, называя его очкариком. На Ару оказывается большое давление, и он вымещает свое разочарование на этом парне. Вернувшись на базу Мината, Забу рассказывает, что Синдо на самом деле был тем, кто уничтожил Одеу. Синдо все это подстроил, но Забу берет всю вину на себя. Маракара просто рад, что он рассказал ему, и заявляет, что уходит. Он сомневается, что Марита поверит правде, поэтому он шокирующе заявляет, что вместо этого отправится прямиком к Синдо. Вернувшись к Аре, он получил абсолютное поражение от Синдо. Сине не нравится, как этот парень использует оружие, поэтому он требует, чтобы Ара показал ему результаты их тренировок. Ара согласен и в очередной раз хочет развить сюжет в первый раз. Синя объявляет Бучигри, когда они объединяются, но Синдо уверен, что он все еще может победить. Однако он потрясен, когда его оружие не оказывает никакого эффекта, а Аура наносит мощный удар. Наш мальчик еще не закончил, так как теперь он может нанести второй удар. Наши герои празднуют свою победу, и Синя отмечает, что благодаря его тренировкам их скорость слияния растет. Синдо действительно сильно пострадал, у него серьезная вмятина на лице, и он помнит ту боль, которую испытывал. Наши мальчики были ошеломлены, когда Синдо встал, но Синя был напуган еще больше. Он не мог поверить в то, что видит, и это был другой Маджин по имени Ачия. Некоторое время спустя мы заглянули внутрь Базынг, как раз перед тем, как туда ворвался Маракара и потребовал, чтобы Синдо вышел. Членынг пытаются напасть на него, так как он принадлежит Минато Каю, но у них ничего не получается. Маракара видит, что эти ребята что-то делают с трубами, и понимает, что они планируют. Появляется Синдо и предполагает, что Маракара пришел посмотреть на особых гостей, которых они в данный момент развлекают. Синдо зовет Эйджея, но Мадакара потрясен, увидев, что на самом деле это довольно счастливая Ара. Ара не объясняет, почему он здесь, но он действительно причиняет боль Мадакаре, когда говорит Синдо, что они на самом деле не друзья. Мадакара рассказывает, что именно Синдо начал войну, но Синдо, конечно же, отрицает это. Мадакара решает разобраться с этой ситуацией самым жестким образом и отодвигает Ару в сторону, когда тот пытается его остановить. Двое парней готовятся к драке, и Сеня задается вопросом, был ли Маджин, которого он видел, настоящим. Парни начинают драться, но Маракара шокирован, когда Синдо просто притворяется, что ему больно. Синдо хватает его и наносит сокрушительный удар. Сеня распознает этот мощный удар и приходит к выводу, что в Синдо действительно есть Ачия. В другом месте Абу пытается дозвониться до Мартакары, но тот не берет трубку. Вернувшись на Базунджи, мы понимаем, почему, поскольку Мартакара связан. Ара приходит навестить его, и Мартакара удивляется, почему он проводит время с Индо. Но что еще более важно, он хочет знать, почему на нем нет одежды. Оглядываясь назад на их бой, можно увидеть, что Аура была удивлена, увидев, что Синдо смог подняться после его удара. Аура снова попытался атаковать, но Синдо легко остановил его. Синдо заметил, что Аура кричал о том, как он хочет развить сюжет в первый раз, так что он все понял. Синдо отвел его в место, где он мог посмотреть шоу, и Ара был в шоке. Эти девочки уделяли ему много внимания и называли его королем. Сеня очень стыдно за него, но Ара просто хочет, чтобы Маракара отказался от попыток остановить войну. Он говорит, что подобные драки случаются постоянно, но Маракара указывает, что драки, которые были подстроены подобным образом, на самом деле не являются драками. Маракара задается вопросом, почему Ара изменился, и указывает на то, что раньше Ара гораздо больше нравился народ Ханкай, чем он сам. Ара сердито напоминает ему, что ему больше нет дела до людей Ханкай, и Синдо, похоже, прекращает спор. Ара идет с ним, а Маракара заявляет, что всегда верил в него. Если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, что группа парней начала приставать к молодым Маракаре и Аре. Маракара отказался уходить, так как хулиганы издевались над жителями Ханкай. Оскорбления продолжались, и Маракара попытался напасть на них, но в итоге его только избили. Ара наблюдал за происходящим из-за дерева и убежал, когда ребята сказали ему, что он следующий. У Ары теперь проблемы с желудком, и он хочет, чтобы Матакара перестал напоминать ему о том дне. В другом месте отряд Шигумы готовится к бою, так как ребята из Мината Кай наконец-то прибыли. Махара наблюдает за происходящим издалека и приходит в восторг, когда думает о том, что все, что Мината нужно будет сделать, это избить большого парня. Когда он это сделает, он закончит школу Сигума и будет полностью принадлежать ей. Она беспокоится из-за того, что он пострадал раньше, поэтому ей интересно, где Ара, ведь он должен быть рядом, чтобы помочь. Вернувшись на Базунг, Синдо знакомит всех с Ара. Синдо объясняет, что Ара недоволен своей нынешней бандой, а Синдо поносит всех парней в Сигуме. Синдо расстраивается, когда зрители на самом деле никак не реагируют, но они в ужасе от этого чувака, поэтому они тоже начинают поносить Сигуму. Синдо предлагает Аре присоединиться к их группе, и Ара признается, что хочет узнать гораздо больше Анг. Синдо очень хочет научить его, поэтому он объясняет, что они живут по букве Е. Энергия и радость, экстаз и император. Ара присоединяется к их небольшому веселью, но на самом деле он думает, что это действительно глупо. Затем Синдо объясняет, что скоро начнется война Мината против Шигумы, поэтому он требует, чтобы они отправились туда и совершили несколько убийств, иначе они сами будут убиты. Ара говорит Сине, что эти парни кажутся ему неправильными, и Синя указывает на то, что драки – это не то, что кто-то делает, потому что ему так говорят. Эти двое продолжают разговаривать, и Синдо, кажется, замечает это. Ара немного сбита с толку происходящим, так что Синдо объясняет все предельно ясно. Когда две банды расправятся друг с другом, они соберут их всех и прикончат. Ара проходит мимо камеры Мадакары, и Мадакара задается вопросом, действительно ли он отказался от идеи стать Хонкаем. Мадакара падает, открывая свой камень дружбы, и к нему возвращается уверенность в том, что Аура – не тот человек, который откажется от своей мечты. Битва вот-вот начнется, но Маракара все еще не отвечает на звонки, так что Забу убегает. Мариета готовится к бою с Дамином, а Алив Шигума подбадривает его. Стоящий неподалеку Синдо недоумевает, почему Ара разговаривал с Мадакарой о людях Хонкай. Ара объясняет, что именно так они играли в детстве, но Мадакара, похоже, так и не вырос из этого. Синдо интересуется, посещал ли Ара храм Хонкай, но Саня говорит ему солгать и сказать нет. Ара так и делает, поэтому Синдо принимает решение и официально просит Ару стать его правой рукой. Ара отказывается, так как это возлагает на него слишком большую ответственность, но Синдо указывает, что девочки из Ин смогут помочь ему с развитием сюжета. Это подкупает Ара, но он думает о Махаре и разрывается на части. Синдо говорит ему добиваться того, чего он хочет, так же, как он добивается уничтожения Сигума и Мината. Аура недоумевает, почему он так сильно хочет победить их, но этот сумасшедший парень просто чешет себе шею. Еще один взгляд в прошлое показывает, что Синдо попал в беду, но Даман спас его от каких-то головорезов. Синдо сразу же восхитился им и тренировался, чтобы улучшить свое тело каждый божий день. В конце концов он присоединился к Мината Каю и оказался в спарринге с кем-то другим. Он одержал верх в бою, но его противник отказался признать, что он проиграл. Затем этот парень схватил Синдо за ногу и сказал ему, что его удары слишком слабы. Разъяренный Синдо выхватил оружие, чтобы ударить его, но Даман остановил его. Все были очень расстроены тем, что он применил оружие, но Синдо попытался указать на то, что он уже выиграл бой. Все проигнорировали его просьбы, и он пришел в ярость, когда Даман просто ушел от него. После того дня Синдо заявил, что он будет тем, кто победит Дамена, и если кто-то встанет у него на пути, он убьет их. Ара в ужасе от того, как сильно этот парень затаил обиду, но Синдо объясняет, что он просто полон решимости. Ара все еще сомневается, стоит ли быть правой рукой этого парня, и он объясняет, что в любом случае он больше пацифист. Синдо знает, как убедить Ару, поэтому он объясняет, что все девушки на самом деле хотят сильного мужчину. Ара полностью меняет свой тон, подумав обо всех дамах, и заявляет, что покажет им, как выглядит настоящая мужская сила. Даман готовится к бою, а Махара в ужасе видит, что ее брату предстоит сразиться с гигантским монстром. Блонде не удается связаться с Забу, но мы видим, что Забу прибыл на базу Энджи. Он находит Мадакару, и Мадакара говорит им, что им нужно поторопиться, так как Синдо направляется на битву. Однако уже слишком поздно, так как Энджи только что прибыл в Колизей. Ребята из Энджи готовы к кровопролитию, но Синни считает, что это жалко, что им нужно оружие. Ара пытается улизнуть и объясняет Синне, что не хочет вязываться в войну. Синня убеждает его не убегать, потому что если Ара вступит в бой, уровень убийств резко возрастет. Желудок Ары заставляет его броситься в ванную, но Синдо останавливает его. Синдо видит, что он все еще колеблется, поэтому он объясняет, что как только они выведут всех из дома, они смогут сделать какого-нибудь малыша своим. Ара понятия не имеет, о чем он говорит, поэтому Синдо объясняет, что у Мурита есть младшая сестра по имени Махара. Когда Синдо говорит о Махара, с аурой происходит что-то странное, и она начинает сердито дышать. Синдо, похоже, этого не замечает, поэтому он продолжает говорить, что хочет выставить Махара на показ. Тело ауры начинает пульсировать, и с телом Синьи тоже что-то начинает происходить. Синдо заявляет, что было бы здорово, если бы сестра Сигумабаса была рядом, чтобы обслуживать его, и он называет ее трофейной женой. Когда мы смотрим на пулевое отверстие в голове Ары, его кровь начинает закипать, и Синя даже чувствует, как ему становится жарко. Синдо объясняет, что он мог бы даже одолжить Махара Аре, но это оказывается последней каплей, так как метка на спине Ары начинает светиться. Синю затягивает в тело Ары, и Ара наносит мощный удар прямо в лицо Синдо. Все в полном шоке, включая Синю. Бара использует этот момент, чтобы убежать в ванную. Синдо выглядит странно счастливым, когда встает, и это потому, что теперь он более чем когда-либо уверен в том, что внутри него аура Синья. В Колизее все рвутся в бой. Бой начинает Мурита. Две стороны бросаются навстречу друг другу, а два лидера спокойно приближаются друг к другу. Как раз перед столкновением двух сторон Матакара, кажется, показывает, что вся эта война – подстава. Он говорит всем, что это дело рук Синдо, но никто ему не верит. Забу решает признаться во всем и рассказывает, что Синдо взял его повязку, чтобы обмануть всех, но никто не хочет этого слышать. Маракара пытается напрямую поговорить с Даманом, но тот в данный момент слишком сосредоточен. Как раз в этот момент Матакара видит вдалеке Ару. За ним гонятся разъяренные парни из Ин, но Сони взволнован и просто хочет, чтобы Ара их всех побил. Никто не может понять, почему пришли парни из Ин, но Маракара просто рад видеть, что Аура действительно пришла. Маракара думает, что этого должно быть достаточно, чтобы остановить войну, но Марита объясняет, что все это больше не имеет значения. Маракара потрясен, увидев, что Долман, похоже, согласен с ним, и два лидера начинают борьбу.